Приветствую вас, Екатерина. Я думаю, что вы сами, если перечитаете свой текст, вы увидите в нём некоторые противоречия, да? Вот. Вы говорите, как наладить отношения с ребёнком и проявить любовь, и тут же пишите, что у меня ко всему пустота, значит, я не умею любить. Ну, то есть, если у вас пустота, и вы не умеете любить, то, соответственно, проявить чувств к ребёнку, проявить любовь к ребёнку искренне. Вы, скорее всего, не сможете. Это невозможно будет сделать. Вот. Поэтому, как бы, как вы хотите проявить любовь к ребёнку, если вы чувствуете, что у вас пустота, и что вы любить не можете, ну, для меня немножечко загадка здесь. Вот. Поэтому я думаю, что это первый момент. Второй момент. Второй момент. Вы говорите, что до сегодняшнего дня работали на тяжёлой стрессовой работе и строили отношения не с теми мужчинами. Ну, до сегодняшнего дня. Вот до сегодняшнего, 21 ноября 2020 года. Ваш вопрос задан в этот же день. Екатерина, вы, ну, поймите, что любые изменения требуют времени, и если вы хотите меняться, то это очень здорово, но на это нужно время. И у меня нет ощущения, что вы хотите меняться. У меня есть ощущение, что сейчас вы просто хотите какую-то инструкцию, хотите какой-то совет, вот, волшебный рецепт, как называют, как называют иногда. Вот. Чтоб ваша проблема с ребёнком решилась, потому что у вас, например, перед ребёнком чувство вины. Но чувство вины возникает, когда человек не чувствует свои личные границы, не чувствует себя, не чувствует вот этого разграничения между собой и ребёнком. Да, например, между собой и другим человеком. То есть чувство вины возникает, когда нарушаются личные границы, когда подавляются какие-то защитные, такие оградительные механизмы, которые способствуют сохранению человеком своей, как бы, целостности. И мне кажется, что, в первую очередь, вот эта вот целостность, уважение к себе, ощущение ценности, вам в себе нужно увидеть и проявить, проявлять. Точнее. Вот. И тогда появится шанс проявить отношения, проявить какие-то чувства к ребёнку, такие, какие вы, ну, можете проявить. Мне кажется, что нужно проявлять какие-то особенные чувства. Вот. И с мужчинами отношения, я думаю, будет налаживаться тоже. Потому что когда вы говорите, что я строю отношения не с теми мужчинами, вы говорите скорее про свои желания. То есть, я строю отношения не с теми мужчинами, это означает, что я чего-то хочу. Я веду себя так, чтобы добиться того, чего я хочу, но моё поведение, привлекаясь к мужчинам, не совсем, по моему мнению, мне подходящее. Вот. Именно из-за того, что в отношении с другим человеком я пытаюсь реализовать то, что хочу. Но отношение с другим человеком, с другим человеком, это не то место, где, как бы, можно целенаправленно реализовывать то, что вы хотите. Вы можете получить, вы можете получить то, что вы хотите, но, как бы, на сто процентов нет. На сто процентов нет. Вот. К сожалению. Такой ответ я могу вам дать. Да? Вот. Кроме того, эта пустота, о которой вы говорите, тоже нуждается в исследовании, потому что, ну что, ну... Что вы имеете ввиду? Вот, так далее. Ребёнок, он не столько, я уверен, скучает по папе, хотя это тоже. Сколько чувствует ваше состояние, чувствует, что у вас внутри пустота и, по сути, что вы, ну, например, не отпустили еще эту ситуацию. Вот. Екатерина, поймите, пожалуйста, что ваши чувства, в том числе и любовь. Вот. Вам нужно учиться выражать самой. Не так, чтобы вам кто-то говорил, как это делать, а самой выражать. Это важно. Поэтому задача психолога заключается в том, чтобы научить вас замечать свои чувства и выражать их. А дальше вы уже, я думаю, вполне себе справитесь сами. Кстати, я думаю, что это поможет решить проблему, ну, проблему пустоты вашей и так далее. Вот. Такая вот история. Ну, на этом всё. Я, значит, надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Удачи вам всего самого доброго. И удачи. Удачи вам. Удачи вам да устало Бог. Удачи вам. Тнепис. Удачи вам.